Кто жил в Сибири до Ермака? Мрачные просторы холодных равнин Сибири редко манили путешественников. Уже в самое раннее время эти места считались не самым лучшим местом для жизни. Ермак со своим войском вторгся в Сибирь, но на всех ее необозримых просторах насчитывалось всего лишь примерно 20 000 воинов, которые могли бы оказать ему сопротивление. Поэтому завоевание Сибири прошло очень малыми силами. Но кто же жил там во времена Ермака, бывшая провинция Чингисхана? Зауральская лесостепь и тайга входила в состав империи монголов под названием Синяя Орда. Но на деле это был суровый край, где только на самом юге возможно было земледелие и скотоводство, что для монголов являлось главной целью. Сибирские татары жили коневодством и периодически поставляли воинов хану, но все равно эти земли считались глухой провинцией. Здесь было мало ценных ресурсов, лишь меха, до руда на Алтае еще со скифских времен. Торговые пути находились далеко, мировые центры и богатые города тоже, а холодный и влажный климат отпугивал желающих тут осесть. Тем не менее Сибирь населяли аборигены, которые живут тут еще со времен палеолита и заняты примитивным хозяйством. Сибирские татары, сравнительно немногочисленные, явно имеющие родство в монгольской империи, селились вдоль крупных рек, где в речных долинах выращивали лошадей. А также челдоны или сармяты, как они называли сами себя, это потомки то ли русских, которые волей судьбы оказались далеко на востоке и решили, что жизнь таежной глуши безопаснее, чем у княжеского подворья, то ли каких-то местных народов, смешавшихся с потомками скифов и сарматов. Сибирские ханства. Несмотря на то, что было название Синяя Орда, а еще далее на восток кочевала пегая Орда, централизованного государства в Сибири не складывалось. Существовали укрепленные поселки, небольшие городки, где жили ханы и воины, но все это пребывало в зачаточном состоянии, по причинам малолюдности и скудности местных ресурсов. Незадолго до прихода Ермака, среди сибирских ханов возвышается Йодигер, но тут же просит Ивана Грозного взять Сибирь себе, обязуясь платить дань. Причиной этого стала агрессия среднеазиатского хана Кучума, который стремился завоевать Сибирь, чтобы укрыться там от бесконечных междоусобиц в среднеазиатской Орде. Первая же дань Йодигера оказалась провальной. Вместо 40 тысяч собольих шкурок, он привез на Русь лишь 7 тысяч, оправдываясь большими военными потерям и невозможностью собрать такое количество. Разгневанный Иван Грозный не стал вмешиваться в войну с Кучумом, не считая боли Йодигера своим подданным. Кучум разгромил сибирского хана, которому ни на кого было опереться, убил его и его брата, и взял город Искер, у современного Тобольска. Новый хан Рьяна взялся за укрепление завоеванного царства, строил крепости и городки, проповедовал ислам среди аборигенов, зазывал проповедников из Бухары и Шираза. Однако местное население отчаянно бунтовало, считая Кучума узурпатором, и тот тоже начал искать помощи Москвы, заплатив Ясак. Но вскоре подступил с войском к Пермской крепости и начал провоцировать восстание Мордвы и Черемисов против русских. Это стало последней каплей, и Ермак со своим отрядом вторгся в его владение. Казаки прошли как нож сквозь масло, без труда взяв даже Искер. Объяснение этому простое. Кучум имел небольшое наемное войско. Местные жители были плохими воинами и не видели большой беды, если станут платить дань Москве, а не Кучуму. Отступая, Кучум еще долго будет оказывать сопротивление русским, устраивая засады, подбивая на бунт местных татар. Но все это будет бесполезным и не остановит продвижение русских на восток. Самого хана убьют его приближенные спустя несколько лет, а Сибирь навсегда станет русской. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.